Эй, здравствуйте, ребят! Как ваши дела? Я не Дмитрий Петров, но сегодня мы будем говорить об изучении иностранных языков. А если быть точнее, как я изучаю итальянский язык? Начали! Я изучаю итальянский уже... Сейчас уже у меня идет четвертый месяц. Начал я его, по идее, в середине января, но после этого я писал дипломную работу, и я забросил на месяц. И только возобновил его с середины марта. Прошло три месяца, и как я его изучаю, и мой прогресс в итальянском языке. Я думаю, что вам будет полезно. Если кто-то хочет начать изучение итальянского с начала, то вы можете следовать тем же способом, или использовать те же ресурсы, которые использовал я. Во-первых, есть такой полиглот на Руси, все мы знаем его, Дмитрий Петров. Я смотрел его видеоуроки давно, и когда я начал изучать итальянский, я начал смотреть его 16 часов. Я не могу сказать, что вам нужно смотреть все 16 часов, ибо он дает определенную базу на 8 уроках, а дальше уже немножко идет какой-то беспорядок. Так что я вам советую посмотреть его до середины обязательно. После. Почему я вам советую посмотреть уроки Дмитрия Петрова? Потому что он преподносит язык очень легко и полезно. Он снимает языковые барьеры, объясняет историю языка, культуру, его грамматическую структуру, и самое главное для вас, он говорит и объясняет все это на русском языке. После его уроков вы почувствуете определенную уверенность в себе, ибо он развеивает все мифы и объясняет вам, как можно выучить любой язык. Он делает это возможным за 16 часов. То есть, его метод в основном он основан на говорении. За 16 часов вы сможете говорить на базовом уровне. Он вам дает Present Simple, дает вам прошедшее время, настоящее, будущее и самые необходимые слова для поддержания какого-то базового разговора и выражать свои мысли. Я бы сказал, что его курс для путешественников. Вы можете посмотреть его курсы до путешествия, вы можете смело находить, где находится какой-то магазин, спросить еще что-то, а также заказать еду в ресторане и так далее. Его уроки и его метод в основном раскрывает ваш языковой потенциал, вы начинаете говорить реально на языке. Однако, минус его метода в том, что он не развивает слушание. То есть, вы не понимаете, вы просто выучиваете какие-то слова, грамматическую структуру, но вы не слушаете его метод, не предназначен для этого. И когда вам что-то говорят, вы вряд ли поймете после его уроков. И благодаря этому, и чтобы устранить этот недостаток, вам нужно самим начать слушать подкасты. Пожалуйста, не ограничивайтесь одним ресурсом, используйте все ресурсы, не будьте ограниченными, будьте всесторонними. Второе, что я вам советую для улучшения вашего понимания, чтобы улучшить ваш слух, вам нужно слушать подкасты на итальянском языке. Найдите в YouTube очень много каналов на итальянском языке, я оставлю ссылки под описание, которые использовал я, и другие каналы, которые вы можете использовать вы. Смотрите, вот, есть два типа каналов в YouTube, которые посвящены итальянскому языку. Есть блогеры, путешественники, которые снимают себя, и они говорят на итальянском языке без никаких объяснений, просто они говорят, и вам нужно обязательно слушать их 10-15 минут, это очень хорошо. Смотрите их видео, а также есть определенные каналы, например, Vaporetto Italiano. Эти каналы предназначены полностью грамматике итальянского языка, и вы тоже должны смотреть как минимум один урок, одно видео, каждый день одно видео. Особенно я вам советую слушать подкасты итальяно Давида Джемелла. Я вам оставлю ссылку под описание. Скачайте программу подкастов в Google или в Apple Store, и там вы можете найти, написать подкаст итальяно, и каждый день слушайте его подкасты. Подкасты даются от 15 до 20 минут, и это очень-очень-очень развивает ваш язык. Вы благодаря этому приобретаете язык, вы не учите его, а вы приобретаете, вы развиваете свой слух, и вы каждый день начнете понимать все больше и больше. Ваш мозг научится и привыкнет к новым словам, к новым грамматическим структурам, к новому синтаксису, и вы сами начнете, через полгода вы сами начнете воспроизводить все это. Третье, как я уже вам сказал, это развивайте навык чтения. Есть много ресурсов, есть разные авторы, но вам я особенно советую Оли Ричардс, у которого полиглот, британский полиглот, который говорит на 8 языках, он создал свою методику изучения языков с помощью мини-историев. И вы можете найти его, Ричард Оли, Story Learning, вы можете легко его найти, на его канал я тоже оставлю ссылку в описании. Вы можете найти его мини-истории для изучения итальянского языка. Скачайте для себя. Эти истории очень вам помогают не учить язык, а приобретать его. Вы, благодаря его книгам, научитесь читать на итальянском языке, как на своем родном языке. И вы также несознательно будете приобретать новые слова, новые грамматические структуры. И с прохождением определенного времени вы заговорите на итальянском языке. Уже прошло 3 месяца, и я уже чувствую себя довольно хорошо. Я думаю, что имею уровень при интермедит ниже среднего. И я обязательно сделаю отдельное видео чисто на итальянском языке, чтобы показать вам результат. Но вы должны быть готовы к длительному сроку. Ставьте себе цели 1 год, 2 года, 3 года. Не пытайтесь выучить итальянский за 1 месяц, за 7 дней. Это невозможно, и это очень плохо. Не смотрите такие видео. Лучше приготовьте себя к длинному марафону. И просто наслаждайтесь процессом. Наслаждайтесь процессом. И используйте все 3 метода, которые я вам сказал. Смотрите, первое, посмотрите 16 уроков Дмитрия Петрова. Они очень вам полезны. Вы сможете, вы поймете, что такое итальянский язык. Вы зауважаете его культуру, поймете, как он работает, его структуру. И у вас, вы будете в себе уверены, у вас снимутся все языковые барьеры. И вы начнете говорить на нем. Во-первых. Во-вторых, развивайте свое слушание. Для этого, я уже вам сказал, смотрите видео в YouTube на итальянском языке. Найдите каналы, а также слушайте подкасты на итальянском языке. И третье. Читайте на итальянском языке. Используйте разные ресурсы. Используйте разные книги, адаптированные мини-истории. Все, что вы любите, читайте на итальянском языке. И эти 3 шага приведут вас к успеху. И вы заговорите на итальянском языке. И это все, что делаю я в своем изучении. И я уже вам сказал, что я сделаю отдельное видео чисто на итальянском языке. Это все. А с вами был FakePolyCode. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Делитесь со своими друзьями. До скорой встречи. Чао.